Приветствую всех на канале Колокол. Подписывайтесь, ставьте лайки, распространяйте видео. Как вы знаете, террористы захватили Запорожскую атомную станцию и угрожают всему миру. Потому что весь мир понял, что никакой второй армии мира не существует. И никакого сверхоружия не существует. Поэтому выбран путь угрожать взрывом атомной станции и свалить все это на украинцев. Но там не украинцы, там террористы от фашистской армии. И причем, это ведь не первая попытка, это было задумано изначально. Потому что, если вы вспомните, то на Киев фашистская армия шла через Чернобыль. И когда сбегала, окопалась в том же Чернобыле. Но что-то пошло не так. А что же пошло не так? Окопались в рыжем лесу, который поражен радиацией. Поэтому пришлось уносить ноги не только от вооруженных сил Украины, но еще и от радиации. Думаю, что все те, кто там окопался, уже окопались навечно на родной земле. Ну или потихоньку умирают. Почему потихоньку? Да потому что власти российские, как всегда, ничего не скажут. Они это промолчают. И всем тем, кто там окопался, не будет оказано никакой помощи. Они будут просто вздыхать. И по одному отправляться, окапываться в родной земле навечно. Так что фашистская территория на самом деле очень террористическая. И она на самом деле угрожает всему миру. С Чернобылем не прошло. Теперь вот с Запорожской атомной станцией, которая самая крупная в Европе. Но, но тут произошло одно но. Соединенные Штаты и Великобритания, англосаксы, как любит говорить лошадь Лавровская, объявили вчера о том, что если произойдет теракт на Запорожской атомной станции, то НАТО примет меры. НАТО будет считать это нападением на страны Альянса. Что-то я не слышу речей пляшевого фюрера. Грозных, что он угрожает всему миру. Только пропагандоны повизгивают свинячим визгом с экранов телевизоров. Не пройдет ваш терроризм. Ну а теперь посмотрим, что же происходит на самом деле. Я думаю, что, и я уверен, и об этом верещали все пропагандонские каналы, о том, что Киев захватят за три дня, Украину за неделю, полгода длится война, и вторая армия мира топчется на месте, потеряла уже десятки тысяч фашистов, потеряла уже тысячи и тысячи техник, единиц техники. А когда-то ведь подружка Плешивого, лесная подружка Плешивого, Шойга, шептала на ушко фюреру, ты не бзди, мы захватим все быстро. Ну, так не произошло. А еще Шойга, наверное, обещала парад, парад в Киеве. Ну вот я наблюдаю парад в Киеве, и это уже не первый парад. Помните? Как там на парадах? Нескончаемой колонной на Красную площадь. Также хотели сказать, Нескончаемой колонной на Хрещатик выдвигается. Вот на Хрещатике уже второй парад зашистка фашистской техники. Второй. А скоро такие парады? пройдут по всей Украине. По всей. Во всех освобожденных городах именно такие парады. Вот так и сказать. Заухокинцы. Примите это к сведению, и скоро на скамье подсудимых окажутся все ваши пропагандоны. Думаю, что фюрер не доживет до суда. Он, как Гитлер, закончится в бункере. Как-то так. Слава Украине! Продолжение следует... Продолжение следует...